Шаббат шалом, дорогая община! Амин! Присаживайтесь, пожалуйста. И на этой неделе мы изучаем недельную главу, которая называется «Азину». Нам она известна больше как «Песь Моисея», «Песь Моше». Это книга «Дворим» или книга «Второзаконие», 32 глава. Но значение данного слова «Азину» такое интересное. Оно значит «внимай». И «внимай» — это не просто «слушай». Я посмотрел переводы и вот нашел такие вот интересные переводы данного слова. Это «слушать с особым вниманием» — вариант первый. Второй мне понравился еще больше. Второй вариант — это «принимать во внимание чьи-либо слова, проявляя готовность им следовать». Это, конечно, поэтическая форма, но смысл очень важный. Это было что-то большее, чем слушай. Это была песнь, последние слова, практически одни из последних слов, которые сказал великий пророк, великий человек, который сыграл огромную роль в жизни народа Израиля. И как мы с вами знаем, что книга «Азину» — это предпоследняя глава книги «Дворим» и предпоследняя глава всей Торы. И это песня. Это не просто слова. Это песня. И интересно, что это как бы завершающая часть служения Маше. В конце своего жизненного пути он дает такое удивительное наставление для израильского народа. И сегодня я хочу повести свой комментарий в таком не совсем обычном варианте. Я хочу рассмотреть данную главу в трех плоскостях. Посмотреть историко-географической части, литературной. И посмотреть, самое главное, попытаться понять основную идею данного отрывка Торы. И для этого, с вашего позволения, давайте мы рассмотрим всю книгу «Дворим». Вообще, что это была за книга, когда она писалась. Это интересно. Там есть очень некоторые интересные моменты. И, как мы сказали, как мы знаем, это последняя книга, пятая книга, Торы. И «Дворим» само название, если его переводить, значение, которое оно имеет из септуагинты, то значение данного слова – это второй закон или повторный закон. Но, как мы знаем, в свою очередь, практически все, что есть в септуагинте, оно было взято от еврейского народа. И значение из еврейской части, оно имеет рукопись, переписанная из другой рукописи. И вы знаете, многие комментаторы Торы, многие богословы вообще считают эту книгу одной из основных книг Пятикнижия Моисеева. Почему они так считают? Потому что данная книга, она включает в себя, в принципе, три книги. Она включает в себя книгу «Шмот», книгу «Бемидбар» и книгу «Вайкра». Три книги. Но мы знаем, что каждая книга Торы, она по-своему уникальна и несет особенное послание Бога для своего народа. Знаете, интересный момент, что, если взять, вся Тора писалась на протяжении сорока лет. Так вот, книга «Дворим», она писалась за один месяц. Если мы посмотрим, откуда мы это берем? Опять-таки, берем мы это из Писания, потому что мы видим, что начало слов, которые сказал Машета во Второзаконии, в первой главе, в третьем стихе, написано о том, что в сороковый год, в одиннадцатый месяц, в первый день месяца, он начал говорить эти слова. И если мы посмотрим далее, зайдем уже наперед, в книгу Егоша бен Нуна, Иисуса Навина, то мы увидим, что они вступили в землю, это был десятый день первого, сейчас я уточню, десятый день, кажется, первого или второго месяца. Так, 4 глава, 19 стих. «И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца». И вы знаете, это период два месяца и десять дней. Но мы знаем, что Маше оплакивали тридцать дней. Тридцать дней и последние главы, опять-таки, говорят, что последнюю главу описывал, не Маше писал о себе, а о нем писал уже, есть вариант, или Иисус Навин, вторым вариантом это сын Аарона или Эзер. Но, в принципе, можно с большой долей вероятности предположить, что этот период написания где-то месяц, ну, месяц и несколько дней, к примеру. И представьте, великая книга, пятая книга, занимает пятую часть в Торе, она пишется за такой период. Это колоссальный труд великого человека, который он совершил в конце своего служения. Он, такое, знаете, создаётся впечатление, что он стремится как можно больше передать слов Божьих народу Израиля. И, вы знаете, вообще книга Дворим, она очень популярна была и популярна в Новом Завете. Сам Ешо, он очень часто тестировал книгу. Вообще, книга Дворим, она входит в четыре книги, которые больше всего используются в Новом Завете. Это наряду с книгами Бытие, наряду с книгами Псалмов и книгой пророка Исаии. Вот эти четыре книги, они больше всего используются в Новом Завете. И интересно, что сам Ешо, вы помните, может быть, дни искушения, когда его искушал дьявол в пустыне, то он, апеллируя дьяволу, сатану, он как раз опирался на второзаконие. Он говорил словами из второзакония. И мы также помним историю, когда его Ешо искушали фарисеи, спрашивая о большей заповеди. Опять-таки, он первую часть сказал из второзакония 6 главы, это, кажется, 5 стих. Вообще, если мы посмотрим, 83 прямых цитаты есть из книги «Вдворим в Новом Завете». И в 17 книгах Нового Завета используются ссылки на данную книгу. Ну, очень серьезный труд, который совершил Маше. Очень интересная книга. Но перейдем все-таки к нашей песне. Все-таки хочется поговорить и о песне. Вы знаете, данная песня, она была написана в Моавитской земле, близ берега реки Иордан. И напротив Ерихона практически. Она писалась в день, когда Господь явил себя в собранию, в скине. Это мы, опять-таки, знаем из предыдущей главы, которую мы изучали на прошлой неделе. И писалась она по особенному вдохновению Господа. Мы видим, что в 49 стихе нашей главы, после того, как Маше сказал эту песню, он входит на гору, и на этой горе он умирает. Ну, вопрос возникает, почему на горе, почему вообще гора? Ну, так кажется, вообще банальный вопрос, потому что Господь хотел ему показать землю, а для того, чтобы увидеть землю, надо подняться выше немножко. Ну, и Маше, естественно, смотрел на землю с горы, но вы знаете, в этом есть и определенный смысл. Потому что гора вообще в восточной культуре, она имеет значение, она всегда используется как место божественного пребывания. И мы с вами знаем из Писания, что даже народы языческие, они даже делали свои богослужения, там, жертвоприношения, где-то на высотах. Было понимание того, что чем выше, как бы это приближает человека к Богу. Но в Танахе вообще мы читаем о горах такое особенное, такой, есть определенный трепет перед тем, что Бог пребывает на горах. И если мы посмотрим вот то, что говорит Писание, то горы используются для изображения силы и величия Божьих. Горы используются для Писания Царства Небесного и Храма Господня. И Аиль называет гору жилищем Божьим, а Даниил, пророк, использует гору как образ пророка Мессии, как образ самого Мессии. И если мы вспомним призвание самого Моисея, то мы помним, что Бог явился Ему из горящего куста у горы. Закон Он уже получил на горе. И жизнь свою, опять-таки, Он заканчивает на горе. Жизнь Моше – это была жизнь восхождения. Он закончил свою жизнь, приблизившись к Богу, на горе. Его жизнь была закончена на горе. И для нас это интересный образ и пример того, чтобы наша жизнь была также жизнью восхождения к Господу. Ну, давайте пойдем дальше. Наша глава – это песнь. И это не просто песня. По литературной форме она считается мемориальной песнью. И в Торе она записана определенными столбцами, двумя параллельными столбцами, какими пишутся поэтические произведения. И данная песня является одним из десяти гимнов, которые используются в Медрешеме Лихта. Такая форма ее написания вообще способствовала ее усвоению и запоминанию для передачи из поколения в поколение. Вы знаете, интересно то, что данная песня очень широко использовалась в литургии церковного служения до одиннадцатого века. Я вам вот скажу, что она использовалась, как правило, на утреннее пение. Вот в православии данная песня, например, она входит в девять библейских песней, которые употребляются в благослужении и используются шесть раз в году обязательно. Вот шесть раз в год поется данная песня. Римма-католическая церковь, она пошла еще дальше. Данная письма Маше, она поется каждую субботу перед хвалебными песнями. Это такая интересная информация. И письма Маше, она выполняет роль своеобразно такого памятника, как и мы будем читать в дальнейшем, ну, кто читает писание, книгу Егоша Беннуна, мы читаем о том, что он поставил камень, который был свидетельством. Так и письма Маше. Я хочу прочитать вам одну интересную цитату по этому поводу. Ее цель – служить всему народу Израиля вечным напоминанием и быть своеобразным памятником, сохраненным в виде записанного текста, который должен был периодически исполняться устно, передаваясь из рода в род. Эта песня была памятником. И, читая нашу главу, мы можем смотреть, размышлять в этой песне, но если мы будем внимательны, внимательно вчитываться в текст, то мы увидим, что данный текст, он вмещает в себя пять разделов. Я вам зачитаю эти пять разделов, расскажу, какие это отрывки, и потом мы посмотрим интересные моменты определенные. Первая часть, она говорит о праведности Божией и неверности Израиля. Это с 1 по 6 стих. Следующая часть говорит о благословении на Израиль в прошедшие времена, о том, как Бог благословлял Израиля. Это с 7 по 14 стих. Третья часть – это грех Израиля, порождает Божье наказание. Самая большая часть – с 15 по 27 стих. Четвертая часть – это решение Божие, возмездие Божие и избавление Израиля. 36-й, 43-й стих. Ой, извините, четвертая – это решение Бога наказать врагов Израиля. 28-й, 35-й стих. И пятая часть – это возмездие Божие и избавление Израиля. С 36-го стиха до конца. И если мы посмотрим, пример вот этого вот такого разделения – это хиастическая структура. Ну, пример такой структуры мы можем видеть в таком стихе Писания, как «Суббота для человеков, а не человек для субботы». И вот в нашей главе, в нашей песне, мы видим, что неверность Израиля, она противоставляется верности Божией. В середине этого мы видим то, что грех, он порождает наказание. И это самая большая часть. Размышляя подобным образом, мы можем прийти к тому, что основная идея, основная цель этого послания – это есть то, чтобы предупредить Израиль от нарушения завета. И концом своей песни Маше, он как раз показывает, что Бог не желает кары, а дает слова надежды, что Яхве простит свой народ и искупит его грехи. Бог не оставляет. Бог не оставил, не оставляет и никогда не оставит свой народ, потому что он верный своему народу. Его верность, она открылась для нас в Ишуа Машехе, который пришел прежде всего спасти как раз погибающих овец дома Израилева, который есть царь Израиля и всего мира. И последний стих нашей главы, он как раз и говорит о том, чтобы о веселье язычников вместе с его народом. Вы знаете, то, что говорил Маше, оно исполняется сегодня на этом месте, где евреи и неевреи вместе славят Бога Авраама, Ицхака и Якова. И если у меня есть еще три минуты, нету трех минут, хорошо, ну, надо что-то оставить на следующий год. О пророческом направлении поговорим уже в следующем году и пусть Бог нам поможет, несмотря на то, что мы заканчиваем изучать, ну, еще на следующей неделе последняя глава, все-таки еще с большим усердием изучать Тору в следующем году. Пусть Бог благословит всех нас в этом. Варуха Шем. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»